Девушки отдыхают 58 гектар Дополнительно еще поля есть Которые никем не обрабатываются Мы их обрабатываем Используем подсенокосы Для выпасов В общем где-то около 200 гектар Мы используем для содержания всего этого поголовья Овец А вот я смотрю, что у овечек явно видно романовские корни Ну корни романовские, да Стараемся как бы чуть-чуть баранов тоже романовских пускать Ну вот идут, вполне себе такие Очень на романовские похожи Да, есть почище, есть похуже Просто когда я брал, там неизвестно Что там, какие дедушки, бабушки были Что-то вылазит все равно, потому что есть темные, есть светлые Хотя говорят, что романовские они есть и темные, и посветлее Ну наверняка, да, наверняка есть Оттенки белые, более светлые То есть, ну, улучшатели, они все равно романовские стараетесь, да, барановские? Баранов стараются пускать хороших, как бы, ищем тяжело, как бы, здесь найти Потому что мало кто овцеводством здесь занимается А если занимаются, то там особо породу никакую не держат Ну и опять же, да, вы всех их на мясо, не на племя То есть, это выращивается, да? Все на мясо, да Ну, маточное поголовье до сегодняшнего момента, ну, года все оставлялось Что, как бы... Наращивалось Наращивалось, да А с этого года уже будут пускаться бараны каких-то других пород мясных И все, все поголовье будет идти на мясо, которое приплод будет, в ярочке Так, а давайте вот поговорим Это у нас, насколько я вижу, кормушки, да, под сено Это для зимнего содержания, да, правильно понимаю? Зимнее содержание Зима у нас для овец наступает с первого выпада снега Вот снег первый выпал, и мы их ставим Если даже потом нет уже, ну, как бы снега можно и пасти Мы их уже не пастем сразу, потому что мы их поставили на стойло Сделали обработки И уже они стоят у нас до конца апреля, начала мая А про обработки расскажите, пожалуйста Вы сказали, что у вас есть ветеринар в штате, да, который этим занимается? Да, ведет хозяйство То есть ветеринар, все, что там говорит, прививки, там, я не знаю, обработки, это все происходит? Ну, да, он советуется со мной И потом мы уже приходим к общему мнению, что им нужно, а что им не нужно Отлично, это у нас кормушки, насколько я понимаю, перевернутые, да, сейчас? Да, перевернутые, да Они сейчас не нужны А водопоение как организовано на ферме? Воду я завожу Завозить? Зимой, да Добираюсь со скважины, потому что она более теплая Угу И скважины более теплые? Да Горячие источники у вас? Нет, нет Ну, когда на улице минус 20, а вода плюс 12, с нее идет пар Ага И поим один раз в сутки в обед самое теплое время суток Достаточно одного раза А сейчас что не пьете делать? Ну, сейчас есть родники Родники, родники с родников Здесь у нас неподалеку начинается ручей Мешока Как бы Ну, то есть они сами на пастбищах находят эти родники? Конечно, да Ну, сейчас достаточно сочные груша, яблоко Да, они бывают, не заходят даже на водопой Зажрались вы тут Так, значит, я на самом деле вот когда бываю в овцеводческих хозяйствах Я вижу ситуацию с точностью до наоборот То есть утром пасутся, а днем они приходят на водопой на базок А у вас получается водопой на пастбище Ну да Все, Маша, не гоняйте их больше Пускай отдыхают Да, а то сейчас запыхаются еще Воды забросят лишнюю Ну что, друзья мои, я надеюсь, вам очень понравилось то, что мы вам сегодня показали Для нас с Валентином это действительно первое хозяйство, где, во-первых, козы содержатся исключительно на мясо Где бараны и овечки приходят в базок, но здесь не пьют, а отдыхают, а пьют из горных родников Супер! Мне здесь очень понравилось Иван, вам успехов во всех делах ваших Чтобы удача сопутствовала, чтобы ваши животные плодились, размножались Чтобы детишки такие замечательные вам помогали Спасибо! Ну и мальчиков вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...